Всем привет! С вами Пушистый Биткоин. И сегодня хочу познакомить вас с платформой, которая называется Дисциплина. И это платформа для проектов в сфере образования и рекрутинга. В основе работы платформы будет использоваться возможности технологии блокчейн для обеспечения достоверности сведений о результатах обучения, рейтингах и отзывах учебных организаций, конфиденциальности личных и коммерческих данных, гарантии исполнения обязательств сторонами быстрых и дешевых платежей. В общем-то, Дисциплина – это open-source платформа, использовать которую в качестве основы для приложений сможет любая образовательная или рекрутинговая организация. Инициаторами разработки блокчейн-платформы для сферы образования стали создатели TechMePlease. Это международный сервис для размещения информации о курсах, поиска, оплаты и записи на занятия в режиме онлайн. TechMePlease станет первым проектом в сфере образования, который будет работать над дисциплином. Разработчики дисциплины выделяют такие проблемы, которые требуют решения, как отсутствие единого международного ресурса для поиска курсов, неудобная оплата, то есть это не все образовательные организации предлагают оплатить обучение через интернет, некоторые будут принимать только наличные или банковские переводы, недоверие к документам об образовании, отсутствие у рекрутеров инструментов для проверки качества знаний соискателя, ненадежное хранение документов и отсутствие удобного сервиса для преподавателей. В TechMePlease уверены, что решение данных проблем облегчит организацию учебного процесса для всех участников, а его результаты не будут вызывать сомнения у работодателей и соискателей. Решить все проблемы рынка образовательных услуг команда планирует, разработав такие инструменты, как единый образовательный токен для быстрых дешевых трансграничных расчетов и оплаты услуг на платформе, достоверные рейтинги преподавателей и организаций, которые будут подтверждены при помощи технологии блокчейн, распределенный реестр академической успеваемости учащегося для доказанной истории обучения, который невозможно будет ни потерять, ни подделать, достоверное резюме и скоринговый балл, систему экспресс-оценки соискателя на блокчейне для рекрутера, и инструменты планирования для ведения учебных планов, подготовки к занятиям, создания образовательных материалов, проведения тестирований. Команда проекта считает, что для реализации перечисленных функций целесообразно будет использовать именно технологию блокчейн, которая будет обеспечивать прозрачность работы и достоверность данных. Ну и почему, собственно, вообще необходимо разработать блокчейн-платформу для сферы образования? Архитектура платформы для сферы образования будет использовать возможности технологии блокчейн и будет разрабатываться с учетом нужд участников сферы образования и сможет она применяться для поддержания доверия к хранимой на платформе информации и ее достоверности, поддержания конфиденциальности размещаемой информации, быстрых и дешевых взаиморасчетов токенами между пользователями, что также упростит транскраничные платежи. Присутствующая на рынке образования личная и коммерческая информация не может находиться в открытом доступе, в связи с этим публичный блокчейн не подходит для работы платформы. Приватный блокчейн-решение не обеспечивает должной прозрачности хранимых данных. Вот поэтому команда решила разработать блокчейн-платформу для сферы образования с приватной и публичной частью, для которой было выбрано название дисциплины. Любой сервис в сфере образования сможет использовать платформу, то есть взаимодействие с ней будет организовано посредством приложений с интерфейсом, который раскроет тот или иной функционал. И первым таким приложением, как я уже говорила, станет TouchMePlace. И здесь у нас представлен рабочий цикл платформы. Пользователями будущей экосистемы дисциплины станут участники рынка образования, сторонние специалисты, заинтересованные и хранящиеся в системе информации, и специалисты, которые будут контролировать целостность цепочки блоков и давать доступ к необходимым данным. Приватная часть платформы дисциплины не будет представлять в общий доступ данные, а только хэш-записи, что необходимо для сохранения личных данных пользователей, а также материалов, которые являются объектами авторского права или коммерческой тайны. Валидность блоков внутри приватной цепочки учебных заведений будет проверяться свидетелями. Они будут ввести блокчейн, в котором будут находиться хэши данных, созданных внутри каждого учебного заведения. Для подтверждения валидности блоков свидетели будут использовать алгоритм консенсуса. И публичная часть предоставит для общего доступа данные, которые будут подтверждать целостность сети и достоверность хранимой в ней информации. Хранить поисковые индексы и служить интерфейсом для доступа рекрутеров к информации в приватных цепях блоков будут архивариусы. Минтинг в сети дисциплина. В сети дисциплина будет осуществляться энергоэффективный POS-минтинг. Это полезная работа участников, направленная на обслуживание транзакций и поддержание работоспособности сети. Любой участник сможет предоставить дисковое пространство и вычислительные мощности для обработки блоков и запросов. Награда минтерам будет начисляться как из части комиссии за обрабатываемую транзакцию, так и токенами из технического пула. И, кстати, что касается токенов, то это будет основное платежное средство на платформе. Сервисы, внедрившие в свои технологические процессы блокчейн-платформу дисциплина, смогут использовать для взаиморасчетов токены платформы и весь связанный функционал. Для всех пользователей платформы совместно с компанией CryptoPay будут выпущены пластиковые карты с возможностью моментальной конвертации и нативных токенов в фиатные средства. Управление балансом будет осуществляться через личный кабинет или же мобильное приложение. И теперь информация о краудсейле. Сейчас действует пресейл, который начался еще в конце ноября, и он придлится до 20 апреля. И уже с 27 апреля по 27 мая будет длиться этап основной продажи. Так, софткап составляет 3,5 эфира, хардкап составляет 17 тысяч эфира. Софткап 3,5 тысяч эфира, немного оговорилось. Принимаемые валюты это эфир и биткоин, и здесь у нас расписана цена токена во время кампании. И также довольно приятная новость, что ни минимальный объем покупки, ни максимальный объем не ограничены. Но вы не сможете вывести свои токены до окончания всей кампании. Здесь вы найдете информацию по распределению токенов, распределению привлеченных средств, и, конечно же, познакомиться с командой. Так, и далее здесь вы найдете блоги различные, и можете ознакомиться также с сертификатом соответствия криптосек. Сайт официальный выполнен в различных языках, также и на русском языке, что для нас, конечно, очень удобно. Здесь представлен видеообзор на сайте. Рекомендую вам также с ним ознакомиться. Это будет очень интересно и полезно. Действует реферальная программа с 5% бонусом. Здесь вы можете уже сразу получить код. Ознакомиться можно с ближайшими событиями. Конечно, уже сейчас вы можете покупать свои токены на этапе предпродажи. В описании под видео я предоставлю для вас все необходимые ссылки, которые могут понадобиться вам для более детального ознакомления с проектом. Ссылки на социальные сети, на Twitter, на Facebook, на Telegram-канал. Обязательно подпишитесь на эти ресурсы и всегда будете в курсе последних новостей и обновлений. Если вам понравился мой видеообзор, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте оставлять комментарии и свое мнение о проекте. С вами был Пушистый Биткоин. Я желаю всем удачи и хороших инвестиций. И напоминаю, что все ваши инвестиции и вложения происходят лишь на ваше усмотрение. Всем спасибо. До скорой.